Всем привет! Это видео я делаю в поддержку проекта Avon, который называется «Красота вне правил». Если вы еще не знакомы с этим проектом, то я бы, наверное, описала его как своеобразное реалити-шоу, где Avon собрали группу экспертов, а также девушек, которые, скажем так, не слишком уделяли внимание своему внешнему виду. И задача эксперта, знаете, не банальное преображение, а задача в том, чтобы изменить и мышление этих девушек, и восприятие себя, и показать им азы макияжа, прически, стилистики, и каждую из них научить, вот именно научить, быть красивой и снаружи, и внутри. И, кстати, обязательно зацените этот проект, ссылка на него будет сейчас под буквочкой I, а также в описании под видео. Всего Avon собрали 6 экспертов, и там и визажист, и косметолог, и стилист, и парикмахер, фитнес-тренер, и даже психолог. И каждый из этих экспертов создал такого рода миниатюрные бьюти-боксы, задача которых достичь определенной цели. И так как у нас с вами бьюти-канал, я вам покажу наборы именно с декоративной косметикой. У меня их всего 4, и это, в принципе, 4 разных типа макияжа. Здесь и акцент на глаза, акцент на губы, макияж без макияжа, и также вечерний макияж. И начать я хочу с 3 наборов, которые создал Александр Кодак. Если вы не знаете, кто это, то это звездный визажист, а также тренер курсов макияжа Makeup Me Academy. Что касается набора для губ, то сюда входят вот эти 4 продукта. С помощью такого комплекта у вас скорее получатся такие очень ухоженные, здоровые на вид губы, потому что все направлено именно на это. Маску для губ я эту очень люблю, она действительно очень круто работает, и я вам сейчас покажу, как я ее сегодня использовала, и там до и после просто, по-моему, фантастические. На варианте до у меня такие страшные, засохшие, покусанные губы, а в варианте после они расправились, стали более объемными. Блеск для губ, вот это меня очень удивил. Это действительно такой блеск, который может создать эффект того, как будто вы сходили к косметологу, и пару укольчиков гиалуронки себе в губы сделали. Блеск этот, кстати, очень кусючий, когда его наносишь, он начинает достаточно сильно покалывать и немножко так сжечь губы. Хайлайтер здесь, кстати, очень хорошо дополняет все, что в этом наборе есть. Очень деликатный, он абсолютно не металлический и создает именно такой влажный эффект. Дальше у нас идет набор макияж без макияжа. Это, наверное, моя любимая тема, потому что я обожаю такой макияж на самом деле, и сегодня мы, кстати, сосредоточимся именно на нем, в подробностях, в деталях. Единственное, чего мне просто катастрофически не хватает в этом наборе, это консилера. Матирующий флюид для лица, и действительно, это флюид, текстура у него очень жидкая. Покрытие у него, я бы сказала, максимально дотягивает до среднего. Также в этом наборе кремовые румяна, и оттенок у них просто потрясающий. Максимально натуральный, такой вот нежно-розовый цвет, потрясающе освежает. Помадка для бровей из линейки Марк уже давно живет у меня в коллекции косметики. У меня это оттенок Soft Brown. У нее очень кремовая текстура, прекрасно ложится в бровях, хорошо растушевывается. Если нужно исправлять какие-то или проплешины, или менять форму брови, все это она может сделать. А что касается вот этой туши, то признаюсь честно, я когда впервые раскрутила и посмотрела на эту щеточку, я ужаснулась. Но как же я удивилась, когда я начала красить ресницы, и в принципе у меня получается ею накрасить ресницы, даже не заляпав все вокруг, что обычно происходит с большими щеточками. Акцентные глаза это, наверное, мой самый любимый набор, потому что вот он, на мой взгляд, подобран идеально. Я бы сама лучше, наверное, не составила. Основа по тени у меня в оттенке Light Beige, и это очень-очень светлый и такой немножко полупрозрачный телесный оттенок. А что касается палетки теней, у меня, кстати, это вариация Moco Latte, то мне кажется, что это мечта любой девушки, которая любит нейтральный макияж. Здесь как раз те оттенки, которые создают основу. Также мне очень нравится, что в этот набор входит не жидкая подводка, а карандаш для глаз. И у меня, кстати, это оттенок Cosmic Brown. Это матовый темно-коричневый карандаш, и на мой взгляд, он подчеркивает этот макияж максимально идеально. И последний набор, о котором я вам хочу рассказать, называется Акценты вечернего стиля. Здесь опять 4 продукта, и тоже достаточно логично здесь все, потому что если у вас уже есть базовая косметика для того, чтобы сделать такой повседневный макияж, то вот именно вот эти продукты могут заставить его выйти на новый уровень, когда это не просто какой-то базовый макияж, а уже немножко такой поинтересней. В этом наборе это моя абсолютная любовь, я обожаю эти помады. Это жидкая матовая помада из линейки Mark, очень пигментированный, очень насыщенный, красиво смотрится, стойко держится, в общем-то, сплошные комплименты. Ну вот, собственно, такие 4 набора подготовили для нас эксперты Avon, и если вы хотите мою точку зрения, то я считаю, что это действительно неплохие наборы, учитывая еще их стоимость. За эти деньги купить 4 косметических средства, которые еще и будут хорошего качества, ну практически нереально. К какой марке ни обратись, все обычно обходится гораздо дороже. А теперь я предлагаю посмотреть на все это в действии, и начнем мы с вами с макияжа лица, а именно набора макияж без макияжа. Кстати, Александр советует изначально на какую-то поверхность нанести тональный крем и уже оттуда его набирать, и я здесь полностью соглашусь. Налили, накрасились, забыли, тиранулись, потом все в тональном, вот это все. Так как моя задача сделать макияж без макияжа, то лучше слои делать наиболее легкие, поэтому я вот так вот несколько раз по палитре вбиваю тон в саму кисть, для того, чтобы равномерно все распределилось, и потом вот такими вот круговыми движениями начинаю это все наносить и растушевывать по своему лицу. Если где-то нужно более плотное покрытие, потом можно вернуться к этой зоне, но вообще лучше начать с того, чтобы просто легким слоем выровнять общий тон лица, после этого уже смотришь на себя по-другому, и намного лучше видишь, где еще остались какие-то небольшие недостатки, которые можно уже дополнительно перекрыть. Да, особенно молоденькие девочки с идеально чистой кожей наносят слой тонального крема, вот, а у нее был всего один на всего один прыщик. Зачем? Ну и, конечно, не стоит забывать о зоне шеи и декольте, потому что редко бывает, что тональная основа настолько сливается с твоим тоном кожи, что абсолютно незаметна эта разница, поэтому я советую в любом случае немножко растягивать. С нанесением тональной основы все, и здесь у меня остается только один последний вопрос. Эйвен, где в этом наборе консилер? Ладно, и так сойдем! Сейчас я предлагаю перейти к следующему шагу, а именно к кремовым румянам. Я буду наносить эти румяна абсолютно таким же способом, то есть на вот эту вот кисть дуофибру, изначально наносить легким слоем, а потом переносить это все на скулы. Так как это кремовые румяна, их можно продлить еще и на височную зону. Для бровей я буду использовать помадку из серии Mark. Главная моя задача здесь это не сделать брови акцентом, потому что образ получается сейчас в целом очень нежным, и если я нарисую себе инстаграм брови... Не надо так! И последнее, что входит в этот набор, это тушь Эйвен Марк объем и безграничная длина. Ну что ж, вот такой вот у меня получился макияж без макияжа. Пожалуй, я соглашусь, что этих продуктов достаточно для того, чтобы сделать неплохой образ в этом стиле. Но на этом я не хочу останавливаться. Сейчас я также буду использовать набор для глаз и для губ, для того, чтобы уже полностью завершить этот образ. Включить веселенькую музычку и погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Нам же еще целоваться! В заключение я хочу сказать еще несколько слов о проекте. И вы знаете, я считаю, что он действительно выделяется. Это не банальное шоу-преображение, где из девушки делают золушку, потому что, естественно, когда собираются эксперты такого высокого уровня, а здесь и визажист, и парикмахер, и стилист, да даже не стилист, а дизайнер, то, конечно, эти люди могут вас внешне преобразить, но в то же время вы придете домой, смойте макияж, снимите эту одежду, положите ее куда-нибудь на полочку, и все, вы останетесь прежней. Я так и знал. А здесь мне понравилось то, что они меняют этих девушек, давая им знания, которые они потом могут применить в обычной жизни. Меняйся или сдохни. Я, конечно, пересмотрела очень много серий, и мне нравятся абсолютно все эксперты, но особенно я хочу отметить психолога Олесю Ковальчук. Конечно! Мне кажется, что в таком проекте работа психолога является чуть ли не основной. Да, мне, конечно, было очень интересно посмотреть и советы других экспертов, но из-за того, что я сама визажист, и, в принципе, для меня тема макияжа и внешнего вида далеко не чужда, то, что касается конкретно советов Александра, то я с ним, вы знаете, просто вот согласна, и все, здесь больше ничего не добавишь. Я когда смотрю, каждый раз, когда он ведет какой-то мастер-класс для этих девушек и начинает им объяснять азы, вот я вот просто сижу и киваю, да, да, да. Он не показывает там никаких суперсложных техник, но, тем не менее, он дает ту нужную базу, которая должна быть, как мне кажется, абсолютно у каждой девушки. Не-сам-мо-жен. Но что касается приемов психолога, то вот это, наверное, было самое интересное для меня лично в этом проекте. И вы знаете, под шестым выпуском мне хотелось просто поставить аминь и восклицательный знак, потому что Леся там говорила о очень важных вещах, которым я сама долго шла и долго этому училась. Одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать для себя, это научить себя воспринимать безоценочно. Когда вы подходите к зеркалу, не начинать сразу смотреть на свои недостатки, постоянно грызть себя этими недостатками, потому что на самом деле я вам это гарантирую. Как визажист я очень часто с этим сталкивалась. Все недостатки в первую очередь у нас в голове, и мы сами себя съедаем этими недостатками, когда другие их могут вообще не замечать. Ко мне может прийти девушка, я на нее смотрю, вижу потрясающую внешность, а она садится в стул и начинает говорить, ну вот у меня глаза некрасивые, губы какие-то тонкие, брови кривые, плешивые, вот как бы ничего мне не поможет, ну вот попытайтесь. Итак, мое домашнее задание. Выберите время, чтобы вас никто не отвлекал. Встаньте перед зеркалом, и ваша задача сосредоточить свое внимание, глядя себе в глаза. То есть смотреть на свое отражение в зеркало себе в глаза. Первый день засеките всего лишь 3 минуты. Это мало, но вам покажутся они в вечности. Второй очень важный совет, который прозвучал из ее уст, это уметь отказывать и просить о помощи. И третья, просто фундаментальная мысль, это то, что нужно избегать людей, которые в вашу жизнь приносят негатив. Единственное, что мне было не совсем понятно в словах Леси, это ее призыв искать признаки чуда во всем. Так вот, здесь главное не перейти ту черту и не превратиться в такого человека, потому что, ну, везде важна золотая середина. Ну что ж, у меня на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно поставьте ему палец вверх. Если вас заинтересовал проект Красота вне правил, то, конечно же, я оставлю на него ссылку в описании. Заходите, смотрите, поддерживайте участниц и, возможно, также учитесь вместе с ними. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь. Также YouTube сейчас предлагает вам другие мои видео. Вы можете их также посмотреть. А если вы их уже смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.